здравствуйте друзья я немного волнуюсь это второй блин кому я пытаюсь помощи моего брата владимир железов осваиваем новую программу чтобы мне уже не снимать вот так экран качество не то бывает а прямо пусть снимает этот самый компьютер вот он и снимает посмотрим что получится чуть позже посмотрим значит напоминаю никогда не судите строго осваиваем новую программу это вторая получается серия так и продолжим напомню о чем шла речь именно персика вдруг получаю письмо я против персики раз десять рассказывал но дела старины глубокой вот я показывал насколько замечательно чувствую себя персики по всей россии это отдельная будет я уже в трех сериях рассказал 4 и все еще не до конца рассказал и рассказал про опыт моих друзей вот он видите я не укрываю но я никогда не скрываю что люди должны иметь возможность на два варианта не укрытые и укрытые и полукрытые ну что давайте продолжим теперь так надеюсь что съемка идет так надеюсь так зачем мы остановились это вот тут вот это вот тут это вот тут значит уникальная вещь заключается следующем вы видите верхушки веток и веток нижняя часть ветки были метровые были отрезаны нижняя часть и разослана вам рассылка закончилась больше и колесе деревьев не могу но не последний сезон живем это раз во вторых я наверное ведь это мангал это горело но я наверное поторопился кончились черенки более качественные потому что правая часть нижняя часть это более ценные фрагменты дерева а верхушки ну наверное с них тоже был бы толк это я делал принципиально вот я какой мне какой халтуры а сейчас где-то даже души жалею мог их высылать уже не по 200 рублей ветка а допустим по 50 рублей предупредить людей это все-таки верхушки может меня бы поняли но вот этот экстремизм это он присущ мне в принципе все делать правильно нигде не халтурить вот получилось так что все сгорело вот персик не укрывной вот он видите какой черт укрывной а полтора метра вылез выше забора так на ветру на северном вроде бы защита от северного ветра тем не менее на ветру посмотрим эту фотографию прошлого года а вот я все доказываю что он привитый кстати доказываю что мои персики самые земностройки в мире вот это тот же самый другой стороны фотографии сделал этот персик был уничтожен мы брали с его черенки думали восстановится тут получилось мороза под 40 а здесь было 16 форточек открытая дверь открыта и вот эта вот неделя две самое страшное получилось из 8 персиков вот так вот обрезанных густости обрезанных весной прошло нас только 3 а 5 погибло опыт отрицательный но он тоже опыт куда получалось при прочих равных условиях 3 из 8 оказались самые крепкими теперь это будет следующее поколение с них ветки берем вот так что не слабое но все-таки средние были отбракованы горько но так вот персики выращены из сеянцев когда-то много лет назад привезли 20 персиков мой друг гусинская решали сеять я назвал их сельские ничего про них не знал кроме того что получалось 100 до 200 килограмм укрывал вот и какой-то момент они у нее не проснулись и он остался вообще без пищи но к тому времени они уже были вот тут привезла двадцать и все увез только два ведра абрикосов от меня вот ну и еще кое-какие веточки зимой и все это бесценное досталось так там у меня несколько штук справа и слева парочка это все что осталось от двадцати подмерзали каждый день можно даже заметить ну и покажу их еще не раз позже вот один из них замерз напрочь и все равно восстановился это все из той приятами мусинский пёсик вот а до того как мы уничтожили годом раньше как мы своими руками сергея уничтожили из восьми или десяти в общем три осталось остальные все погибли вот такая картина была промежутки это еще скорее всего учитывая что они потом заполонили все пространство видимо это было весна еще 2 дав раньше их садил видите вот здесь сильнейший обрезок я сюда посадил это все эти тоже непривитые один привитый потом покажу они привитые мощно пошли вот буквально на второй год они заполонили пространство теплицы повторяю теплица особая это нестандартные теплицы без форточек которые называют душегубками это стоит все один из тех потом когда появятся даты ниже покажу да это годом разворачивали двумя вдохли восстанавливали вдохли вот из этих которые вдоль этого забора я ни одного поза так и не попробовал но эксперимент продолжается вот потом еще восстанавливаться как ничем не бывало вот вот это видимо я фотографички позже сделал вот это предпоследний год нет предпредпоследний я все время забываю что новый год позади сейчас январь 30 января 2022 года а я жил за великой сыночкой меня еще не знаю дата еще нету значит это все еще те так ну это я садил персики снимал фильм о своей знакомой в горах города горной части скажем так садил на холм показывал как я это делаю ну наконец пришла зима это было еще та предпоследняя зима вот так я был нанесен снег вот этими самыми бедрами можно ли было без снега может быть можно на всякий случай я воспроизвел картину такую какая за стекло вот нарезанные черенки нарезанные черенки это на хранение будущее или прививок себе не помню уже или для продажи вам а вот он кстати вот все интереса до теплица увидите кстати за начиная плодоносить перчик за на второй год ну посажены были однолетними а один затесался привитый привитый то есть он привитый на абрикос самозыж и вы знаете отец асеянцев который дальше они пошли а этот не пошел я думаю чем разница эти перчки и корни собственно это фактически субтропики субтропики я им создал прямо непосредственно теплица вот а привитый на абрикос видимо вот эта теплица абрикоса никак не подходит она сразу она даже была и свела и даже заложила полплодики а потом все таки погибла вот разница то есть уже начинаем еще не выводы но уже предостережение корни собственных теплицах да милости просим а привитые бог его знает ну вот они это прошлогодний урожай поза прошлого года 20-го года вот они начали созревать теплицы а это вот один из тех приятных 20-ти которые есть в Новосинске лучше из них я потом фотографию ниже я показываю не по порядку я хочу чтобы вы меня правильно поняли лекции я не читаю один из 20-ти чуть ли не кулаком просто а вы рассказываете а вы нам это делайте так как делал преподаватель а не преподаватель я расскажу вот и получается не по порядку зато не уснешь вот видите конец истории а вы меня пока рубрики там были плоды вычеркнитесь какие урожайя вот и вот наконец в 20-м году он погиб в 19-м или в 18-м полностью и начал одна почка выжила видите живучий какой он же корни собственный не привитый и началось победное шествие второй раз смотрим дальше вот это один из персиков в саду я даже не помню какой именно а вот это вот еще не это не трем а они потом заполонили все пространство где-то это лето 19-го года нет 20-го вот так они выглядели вот а вот теперь уже дело кося ой наконец у меня поэвидите 20-25 июля 20-го вот наконец у меня с этого момента на этом на фотоаппарате раньше не догадался мне сделали дату и все стало на место вот 20-м году практически прошлый год если не вспоминать что Новый год только прошел в 20-м году они эти персики буквально на второй год концу второго года посадки однолетние посадки они заполонили все пространство еще только июль вот видите потом они уперлись в потолок то есть я какой-то предварительный вывод сделаю потом была страшная обрезка вот так остались одни инвалидные этих самых огрызки тогда они кроме трех они погибли то ли 8 будет то ли 9 то ли 10 вот рассказываю все как есть не подходил бы секаторам уже в начале еще года у меня столько было бы там этих персиков было бы невиданное количество и вот получается что предварительные выводы персиков жить могут но еще раз посадим справа форекс видите таких вот 16 еще открытая дверь даже зимой вот где-то какой-то момент надо было все это закрыть капитально изувеченные деревья снаружи было около 40 ну идем дальше вот это вот мне задавали вопрос на что прервать можно персиков ответ был такой лучше всего на абрикос манджурский после этого на сливу китайские тоже неплохие результаты были подряд покажу позже и наконец наводится вишня вот это вишня мощная и здесь внедрена одна из веток была перепривита на персик вот это называть тепловая подушка у меня здесь жили персики нормально жили потом вот тут два этот еще один еще который ближе к нам сюда погибли остальные мощные росты все в порядке вот есть фотографии потом спустя вот это снова мы вернулись на минутку теплицу ну в принципе вопрос сейчас вернемся вот сюда да посмотрим вопрос теплицы мы закончили или нет потом начнем новую серию а вот еще это тоже теплицы сделаны вот так вот и вот еще 25 августа они охотительно упали то есть в теплицах время созревания чуть раньше чем на улице так ну что с теплицами закончили еще раз это уже 21 год которые те помните изувеченный усвезд вот изувеченный можете смеяться над нами но если бы не отрезали бы ветки нам не начало бы жить вот это горькая шутка и сухой анекдот дети рассуждают между собой вот что бы мы делали как бы мы выжили если бы папа не пил а так даем бутылки и хватает на хлеб такая горькая горькая анекдот здесь тоже самое было бы пять таких теплиц было бы море персиков и косточек можно было на них зарабатывать но к сожалению было мало и вот последний год снова снег уже правда поменьше порох кончился настроение упало но результат вы видели осталось три цели вот например слева погиб а справа не погиб при прочих равных ну что будем закончить разговор с теплицами потому что у нас идет самый главный разговор впереди ну и так как мы зацепили проблему с этим вот он Александр Алексеевич Викюнин это мой друг из Минусинска он приехал ко мне в гости вот уже в другой раз приехал когда созрели абрикосы вы знаете как вот персики супер специалист правда по укрытым но получает 200 килограмм персиков это же фантастика пусть укрытые абрикосами не заланил вот это вот я ему подарил какой радостью я ему подарил так вместе с ведрами везде дорогой сотворил чудо у меня же два чуда сейчас я закончу эту серию задолго задолго вы меня ругайте у меня два чуда сейчас покажу первое а нет для заканчивания разговора я покажу знаете что вот вот увидели его с двумя ведрами моими а вот что получилось вот это лучший сарвис и все которые он привез в сеянце непривитый вот он это вот потом помните пение покажу это вот вот до такого состояния он дошел понимаете это уже чудо если бы я не колесил не отрезал ветки он бы сейчас был бы это горькая правда еще раз говорю если папа не если папа не это не пил где бы мы взяли водочную стеклянную тару чтобы купить хлеба вот так и тут кто понимает этот злой юмор в такой стране живем вот что нам никто первый на планете он на самом расстройке персики а нам никто не помогает значит так еще феномен заключается в том что второй путь это неукровенные персики быстренько про них мы будем говорить дальше неукровенные привитые неукровенные привитые вот привитые на марикос привитые на сливу все друзья будем считать что серия на метро готова я еще переживаю знаете почему а в ногу кертик кертик никакого это и нет вдруг я это говорю пустоту ну и сейчас буду заканчивать беру как он называется инструкцию которую прислал мне брат так записываешь фильм по окончанию записи нажимаешь кнопку раз то изображение пропало запись закончена открываешь папку записи и проверяешь что записал все фильм готов ну что будем надеяться что вторая серия мы сделали первый снимал с экраном второй вот так сам компьютер записал если получится будет третья серия тогда какое-то представление потом мы еще коснемся посадок тех же косичков песков косичек может быть это будет четвертая серия ну что я с волнением нажимаю на кнопку раз и жду что будет потом ну на всякий случай до свидания до свидания Продолжение следует...